В Парке Победы спилили деревья. Под видом санитарной обрезки Горзелентрест решил заодно спилить абсолютно здоровые деревья. Если городская власть продолжит воевать с зелеными насаждениями, то некогда зеленый парк превратится в пустыню. Прочитав на сайте Горсовета информацию о том, что коммунальное предприятие Горзелентрест и местный ЖКС в течение месяца выполняли работу по сносу аварийных деревьев, наша съемочная группа решила проинспектировать работу коммунальщиков в Парке Победы. Первое, на что мы обратили внимание, что так называемая санитарная обрезка сухих веток не касалась вовсе. На территории парка до сих пор стоят деревья в аварийном состоянии, не тронутые коммунальщиками. А вместо этого мы наблюдаем десятки пеньков, посреди которых невооруженным глазом можно увидеть, что это были вполне здоровые деревья. Видимо, нынешнему городскому главе чем-то не угодили зеленые насаждения, и он давно объявил им войну. Одесситы же, в свою очередь, не разделяют политику истребления деревьев, а наоборот хотят сохранить Одессу цветущей и зеленой. Я тоже это видела, замечала пеньки, и меня это возмущает. И это ужасно, потому что Одесса за последние годы превратилась просто в какую-то пустыню по сравнению с той Одессой, которая была раньше. Это очень печально. Как вы считаете, это нужно, не нужно? Да не нужно, конечно. Не, ну с другой стороны, если ветки мешают, то как бы их нужно старые спиливать. Но это, видимо, здоровые деревья, поэтому я против этого. Это очень жаль. Такой парк, его надо сохранить. Наоборот, но добавить деревья зеленых, красивых. Нет, ну это же наша жизнь. Природа. Природа – это здоровье. Жизнь природы – это быть здоровым. Не я сказал это, сказал великий ученый Павлов. Так что, не знаю, это безобразие, честно говоря. Мы не согласны. Хотим, чтобы больше садили, но не вырубали вообще. Согласен? Да. Все одесситы хотят, чтобы у нас был зеленый город, а не просто стояли какие-то пеньки в парках и садах. Да. В глубине парка наша съемочная группа наткнулась на гражданина, который, воспользовавшись халатностью и безалаберностью коммунальных служб, допиливал остатки бревен, которые еще не успели вывезти. Представиться гражданин нам отказался, но зато сообщил, что лично наблюдал, как работники горзелентреста по неясным причинам уничтожили десятки хороших деревьев и часть спиленных бревен попросту побросали в парки. Видимо, за ненадобностью. А вон беру вот эти штуки, срезанные, выношу. Пользую. Делаю палисадник и забираю вот это. В дело пускай. Ага, то есть это, а это зелентрест вот так вот обещал бросить просто, потому что они спиливали и это не ставили в парки? Немного вывезли, вот там было много, а этот кусочек остался непонятный. Еще, наверное, будут выносить. Так я взял дело, палисадник делаю возле дома. А деревья эти хорошие, которые вот поспиливали? Ну, вот смотрите, ствол хороший, я не знаю, что они там чистили, но это были, видно, или густо, или еще, видите, сколько там порезали. Вот там было много порезано. Вот там была куча, да. Вот такие стволы были, вот такого, вот они плана, они нормальные. То есть живое дерево рубили? Ну, я бы не взял плохое. Не знаю, какая у них была программа, но я знаю, что вот я взял этот ствол, использую его там на палисадник, забиваю себе возле дома, облагораживаю палисадничек. В целом ситуацию в парке Победы пока что нельзя назвать катастрофичной. Но бить тревогу стоит уже сейчас, пока власть имущие не успели превратить очередной зеленый парк в пустынную площадь, где на так любимой мэрии тротуарной плитке будут красоваться очередные магазинчики, как это случилось в Аркадии.